Всем привет, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Вас приветствует команда Николая Сомсикова, агентство недвижимости Титул. Меня зовут Денис. В данный момент мы находимся в Ставропольском крае, Труновском районе, село Донское. На обзоре у нас данное домовладение. Ниже в описании будет указана цена, общая площадь дома и земельного участка. А также номер телефона менеджера, по которому вы можете позвонить и уточнить интересующую вас информацию. Если вам необходима профессиональная помощь в подборе и поиске объектов недвижимости по Краснодарскому и Ставропольскому краю, а также Ростовской области, агентство недвижимости Титул всегда к вашим услугам. Сейчас я вам предлагаю ознакомиться с данным домовладением более детально. И мы с вами находимся примерно в 10 минутах ходьбы от центра села. Как хозяйка говорит, 15 минут ходьбы на каблуках. Смотрите, вот по грунтовой дороге, подъезд грунтовый, в ту сторону, вот куда идут дети. И порядка 100 метров, 150 будет центральная улица асфальтная. Там же есть ближайший магазин. И, собственно, по этой центральной улице поворачиваете и идете по ней до центра. 10 минут. В центре есть вся инфраструктура. Это районный центр села, поэтому и магазины, и школы, и детские садики. Вот новый детский садик строится с бассейном, МФЦ, кафе, училище есть. Так что село большое, амбулатория, больница полноценная есть. Село большое, районный центр, инфраструктура есть абсолютно вся. Теперь смотрите по самому домику. Значит, придомовая территория, как видите. И посередину вот этого шифера, это правая граница. И там же, не знаю, смогу долезть, нет, попробуем показать вам. Там же находится сливная яма за домом, вот на меже. Яма большая, за пять лет, как ее сделали, ее ни разу не выкачивали. Теперь смотрите, колодец, подключение центрального водопровода, собственно, здесь же счетчик и кран перекрытия воды. И левая граница, вот летняя кухня построена, небольшой забор кирпичный, и стоит дом. Дом стоит на меже, это уже соседняя хата. Заборчик у нас центральный, из профлиста, металлические ворота, металлический каркас, также зашит профлистом и калитка. Значит, сам домик саманный, 60-х годов постройки, наверное, конец 60-х, обложен кирпичом. Крыша профлист, сделана водосливная система, крышу перекрыли лет 6 назад. На территории еще есть летняя кухня, вот строение. Раньше она была жилой, но теперь не пользуется. Но газовая точка там есть. Окна в домике пластиковые, сделана отмостка, сделан цоколь. И сейчас попробую вам показать. Значит, вот смотрите. Так, листик уберем. Вот деревья растут по меже. Вот за вторым деревом находится сливная яма. Ее, как я говорил, ни разу не выкачивали, но имейте в виду, что она там есть. С этой стороны, кстати, отмостки нет. Показал. Так, по стенам. Вот эта стена абсолютно ровная, ни трещинок, ничего нет. Значит, по фасаду показываю. Под окошечком раз. И еще. Ничего критичного, но имейте в виду. Так, электрический счетчик. Значит, так как районный центр и от центра, очень недалеко от центра села, есть полноценный проводной интернет. Теперь заходим. Смотрите. Значит, основная часть двора забетонирована. Открыли. Основная часть двора забетонирована. Есть вот такая металлическая конструкция. Можно или навес сделать, или как шпалера для винограда. Как, собственно, сейчас и используется. Теперь давайте посмотрим ход помещения. Значит, кирпичный гараж перед помещением идет навес из шифера. Гараж нормальных таких размеров. Есть яма. Так, секунду. Сейчас света добавлю. Есть яма. Гараж сам кирпичный. Крыша. Шифер. И стропильная система. Покажу. Стропила. Все в хорошем состоянии. Коньки единственное замазаны. Есть минус у гаража. Раньше сюда подходило электричество. Сейчас отключено. Вот эти все хозпостройки отключили. Но кабель, в принципе, вот он идет от летней кухни. Надо просто подключить. Был отдельный рубильник. Но все это дело его выключили. Потому как не пользуются. Значит, второе помещение. Также стены кирпич и оштукатурены саман. Вот такие вот потолочные. Даже не знаю, как их назвать. Бревна, наверное. Подшита фанера и вход на чердак. Также шиферная крыша. И вот видите, по коньку вот просвет. Это именно вот замазывают коньки. Надо обратить внимание. Пол бетонный. Вот такая кладовая. Дальше волкодавт спрятался. Здесь, смотрите, зернохранилище. Большой ларь. Также стены кирпич оштукатурены саманом. потолок доски. И вот такая маленькая дверца. Попробую туда пробраться. Это так сюда я, наверное, не влезу. Или влезу. О! Залез. Это курятник. Отдельно насест. Все есть. И выход. Там территория огороженная. Так что курицы не разбегутся. Есть трещинки. Трещинки покатал. Пойдемте дальше. секунду. Вот. Пол бетонный. И в курятнике, и в зернохранилище. Теперь ну и вот кстати вот собственно дом идет и вот так странно идет ваш участок. То есть левая граница потом уходит сюда. По межеванию именно так сделано. Это раньше было одно домовладение. Разделили очень давно. ну как есть. Есть небольшое помещение. Тоже кирпичное. Дверей нет. Ну крыша там шиферная. Потолка как видите нет. Просто как навес. летняя кухня. Заходим. Ступенька бетонная. Ну и вокруг всей летней кухни сделана отмостка. Значит летняя кухня чисто саманная постройка. Есть газовая точка. Окошечки деревянные. состояние сами видите очень и очень хочет ремонта. Хозяйка сказала печка проседает. Вот эта печка проседает. Так что ее восстановить не вариант. Проще ее убрать совсем. И комната летней кухни. Вот печка трещинка пошла проседает тот угол. На потолке плитка плитка наклеена как обычно на известку или не на известку на что-то ну в общем отходит. Там фанера. Стены побелены. Пол пол земляной сверху линолеум. Два окошечка. Окошечки деревянные. И вот смотрите толщина стен. Именно вот саманные стены такие. Проем дверной очень маленький. Метр шестьдесят наверное пять. Ну раньше так строили. Небольшие дверцы. Посмотрели летнюю кухню. Посмотрели ход помещения. Пойдемте дальше. смотрите есть вот такой здоровенный металлический ларь. Отчего я говорить вам не буду но используется он именно как ларь. Значит здесь небольшое деревянное помещение. Здесь раньше были утки. Сейчас это просто маленький домик. Никак не используется. есть подвал в подвале как я говорил уже отключен свет это вот хоз помещения и подвал и сейчас еще покажу баня бывшая надо подключить подвал старенький сводчатый ну и камень вот ракушечник пилят выложен сводчатый как стены так и потолок высота потолка метр девяносто подвал сухой ну конденсат конечно есть полочки проем на вход вот этот очень небольшой прям наверное метр ну шестьдесят это максимум но вы его проходите и хорошие удобные ступеньки в принципе нормальный подъем не наклоняться ничего не надо единственное на выходе опять небольшая дверца ну так строили смотрите значит вторая сливная яма вот здесь находится сюда выходит только слив с раковиной на кухне и все давайте еще с этой стороны покажу сам домик вот пристройка все целое трещинки на фасаде под окнами я покажу значит бывшая баня не пользуется ей лет 30 уже сейчас как видите тут хранится сено и выглядит оно вот так помещение в принципе кстати оно сохранилось лучше чем летняя кухня имейте ввиду есть помещение такое летний туалет туалет в доме есть но на всякий случай есть и летний это как-то понятно петля то одна только да сверху так понял значит калитка на хоз двор не знаю лезть не лезть как вы думаете давайте сколько могу пролезу не пользуется хоз двором и огородом вообще есть вот такие навесы на бетонных столбиках ну трубах асбеста бетонной или как они там правильно называется и тропильная система и крыша шифер также и стены шифер просто навес раньше здесь скот держали пожалуйста еще уже наверное под свиней потому что металл обшит чтобы не выгрызали это с одной стороны сараюшки и сейчас другой покажу там как раз навес клетки кролики сводит помаленьку вот значит вот есть огороженный участок здесь собственно навес как видите такой же крыша шиферная и вот дырочка это вот в курятник в который мы пролазили в узкую дверцу у них отдельный выход сюда есть не могут гулять здесь по закрытой территории чтобы не разбегались по всему двору не бегали эти курицы значит бывший колодец теперь растет дерево еще одна калиточка здесь был сад очень давно осталось два дерева два абрикоса деревьям лет по 35 деревья старые и плодов вы не увидите сейчас в этом году с абрикосами у нас ну что-то ни у кого нету совсем ни у кого что-то прям не не уродился вот смотрите по территории границы покажу так вот столбик и вот граница вот раз горох два до второго гороха это территория огорода именно и правая граница также до второго гороха вот конец шиферного забора идет правая граница участка левая правая до гороха пожалуйста пойдемте теперь в сторону дома а кстати на территории есть два очень больших ореха и урожай прям хороший но это все что есть из плодовых деревьев два абрикоса два ореха яблонька есть она пока вроде как-то но надо ухаживать смородину видел еще но тоже не ухаживают за смородиной поэтому имейте ввиду так пойдемте в сам домик посмотрим вон детишки бегают так значит ступеньки бетонные сделано крыльчечка заходим небольшое крыльцо застекленное стены кирпичные ну обложены кирпичом да и покрашен окошечки деревянные и собственно и собственно сам вход пол деревянный и линолен сверху во всем доме пол деревянный кроме ванной комнаты ванной конечно там поливали стяжку и плитка значит смотрите чтобы не говорили что что-то скрываем пожалуйста хозяйка не против сама показала на стенах обои потолок пластиковые панели пол деревянный ковры не знаю оставят не оставят есть пластиковое окошко на два положения открывается закрывается собственно котел 12 киловатт вполне себе хватает котел не старый все работает меняли семь лет назад вспомнил семь лет назад хозяйка отдельно говорила заходим дальше это была небольшая прихожая закроем за собой значит первая комната проходная она собственно гостиной или зал на стенах обои на потолке пластиковые панели и вот смотрите эти подтеки подтек расширительный бачок видно да над ним пол деревянный и в этом в этой комнате одно окошечко которое выходит как раз на веранду застекленную есть большая изолированная комната пол также деревянный пол в хорошем состоянии не скрипит обои на стенах ну сами видите да потолок окрашен ну и вот по центру приклеили обои не знаю зачем значит по недочетам видно вот по уголочку идет трещинка показал радиатора отопления под окнами четыре пластиковых окна это открывается на два положения пойдемте дальше теперь значит маленькая комната тоже проходная раньше там было окно сделали что-то наподобие встроенного шкафа полочки именно в проеме значит видите да уголочек просел маленько обои на стенах как вы поняли уже обои и потолок окрашен сплит система стоит пол деревянный как и во всем доме это маленькая проходная вот трещинка тоже нет есть трещинка вот видно да и маленькая изолированная комната окошечко окош окно пластиковое открывается на два положения радиатор отопления собственно уголочки обои немного потрескались значит уголочек гуляет потолок окрашен на стенах обои и пол деревянный как шеф называет кубанец две два узких пенала и две комнаты квадратных и идем в пристройку пристройки кухня на кухне пол деревянный стены плитка стены плитка газовая колонка для горячей воды пластиковое окошко на два положения открывается радиатор отопления под окном все работает вот с этой раковины с этой раковины идет отдельный слив отдельная яма она небольшая но для раковины вполне себе хватает газовая плита потолок и вверх стен пластиковые панели так и теперь значит ванная комната пока ходили показывали предварительно лампочка перегорела здесь лампа дневного света не нашли что вкрутить значит будем с фонариком смотреть на полу стяжка кафель стены пластиковые панели и потолок также пластиковые панели туалет делали недавно лет пять назад по-моему говорила хозяйка собственно унитаз есть слив под стиральную машинку есть раковина душевая кабина кстати неплохих размеров аккуратненько сделано так с этой стороны да хозяйка сама упомянула а я забыл спросить значит проводка не менялась 35 лет это только хозяйка в курсе может быть и еще дольше может быть вообще с года постройки была проводка сделана и все напоминаю дом конца 60-х постройки ну и пойдемте на выход и подведем итоги нашего обзора дорогие друзья и гости нашего канала мы только что посмотрели с вами данное домовладение домик находится недалеко от центра буквально в 10 минутах ходьбы неплохой участок у дома имеется хоз постройки летняя кухня раньше была жилой сейчас не пользуются ей но газовая точка есть в доме две проходных комнаты две изолированных комнаты отдельная кухня и санузел совмещенный две сливных ямы есть небольшие нюансы я вам их показал ниже в описании будет указана цена общая площадь дома и земельного участка а также номер телефона менеджера по которому вы можете позвонить и уточнить всю интересующую вас информацию если вам необходима профессиональная помощь в подборе и поиске объектов недвижимости по краснодарскому и ставропольскому краю а также ростовской области агентство недвижимости титул всегда к вашим услугам дорогие друзья оставляйте ваше мнение по данному объекту недвижимости в комментариях подписывайтесь на канал всем здоровья пока